всем 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 привет в сегодняшнем ролике мы с вами продолжаем рассматривать наших а мехводов наши чудо техники а вот изобретение которое придумали разрабы которое должно подвинуть наших героев и мы их просто всех выбросим разберем и будем воевать только мехами а вот ну это такое легкое утрирование как говорится самом начале поэтому ну такой промежуточный ролик вот посмотрим что у нас тут добавилось не добавилось либо функции вот ну и соответственно всем приятного аппетита и приятного просмотра а мы соответственно начинаем и так наши мехводы прошла сколько у нас практически неделя почти с момента ввода так сказать наших механизмов блин эти вот эти вот новости вот эти вот не знаю как вас на меня они уже бесит вот ладно мы сделаем это все таким образом час сек завоевание судного дня эти хорошо что еще идет там этого шлака нет вот так вот соответственно что у нас получается вот спустя так сказать практически неделю после ввода наших мехводов и так ну давай 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 включайся как я думаю вы уже заметили я открыл всех всех соответственно мехводов всего их 5 вот этих обезьянок вот соответственно как бы ну все окей все классно все круто дальше что я еще заметил ну по хеймдалью сразу показываю просто да сейчас я конечно пока вот тут застрял на 85 680 тысяч бм вот кстати ну чтобы вы понимали для прохождением используется только три меха да то есть вам в принципе когда вы открываете 4 и 5 меха на пока качать их смысла нет если вы хотите проходить хеймдалью будет учитываться только три ваших лучших ну вы здесь можете выбрать допустим 1 2 и допустим 5 ну вот психанули вы прокачали 5 меха а вот выбирайте лучше ну как бы я просто 4 5 даже качать пока не стал потому что толку от них нет да и меня пока нет всех там не знаю пяти сильных птеров которых бы я использовал для мехов точнее вместе с мехами поэтому как бы 3 пока хватает вот ну и 3 соответственно качаем а вот поэтому если кто вдруг мало ли был не в курсе это пока нет смысла а вот что здесь очень важно ну все-таки заметил я да я думаю вы в принципе тоже не думаю что это только я так и замечаю а 8 10 да у нас будет 740 тысяч бм по сути это последняя такая преграда как я понимаю для прокачки наших технологий мехов почему потому что после 8 10 у нас 91 вот есть вот эти вот как они там но на пластины 92 есть еще но на на пластины 93 все алмазы и дальше 94 алмазы 967 и так далее ну то есть я так понимаю вот 92 это последний этап когда мы получаем на на пластины и насколько я понимаю этих всех на на пластин должно хватить чтобы изучить технологию мехов на сто процентов вот мне по сути осталось здесь две преграды пройти на 8 5 и 8 10 вот ну и соответственно потом потрачу кучу ресурсов ускорители потому что технологии мехов в конце конечно жрут просто много всего а вот 82 мне сейчас процента в принципе я уже без фанатизма и качаю да то есть понимаем уже у меня 6 дней прокачки идет и ресурсов ну как бы до моего почтения ресурсов это все жрет но я как бы посмотрел до конца все что мне здесь осталось на как видите у меня тут на на пластин 39 то есть я еще могут есть его исследование провести вот не тороплю я события жалко мне ускоров жалко мне алмазов на это все дело да и в принципе здесь в основном все только на ускорение производства деталей но соответственно куда нам спешить ну качаем потихоньку да и качаем вот поэтому как я понимаю после 8 10 нам хватит этих на на пластин чтобы полностью уже дойти до самого конца то есть изучить данные технологии вот потихоньку как бы добьем сложного в этом ничего нет ну и как видите да то есть в принципе после того как закончился фестиваль ну толку нет как бы от этого да а это нас эти уже повторение идет фестиваль был неделю практически и уже здесь новые события нанесу те уже немножко потерялся в этом всем деле как говорится вот сейчас уже смехами спешить некуда поэтому я тоже вам сейчас не рекомендую пылесосить дальше уже как бы технологии и все остальное идем как говорится вперед многие спрашивали многие видели да я думаю вторичное оружие у нас как бы есть но его как бы нет да мы вот с ребятами общаемся в телеграме в нашем чате в обсуждениях я думаю многие периодически туда залетают смотрят кучу всякой бесполезной инфы а вот мы иногда обсуждаем что-то полезно иногда бесполезно вот поэтому кому интересно заходим а вот переходим из нашего канала в телеграме в обсуждении вот можете там написать свой вопрос ли вас какие то есть моменты задать спросить а вот я либо ребята вам подскажут я там тоже бывает там тоже отвечают уже общаюсь а вот чтобы вам возможно не перечитывать наши тысячи сообщений которые бывают там периодически вот можете просто задать ничего страшного если вопрос уже был как бы все мы люди и так далее но кому интересно скучно и хочется пообщаться как говорится залетаем вот по игре пообщаемся говорится патролим друг друга нормально все будет но не суть в общем вторичное оружие но я думаю мы все сами прекрасно понимали что мы такие сейчас посадим сюда еще один меч или еще один ствол будет у нас мех такой нас двумя стволами либо с двумя ножами вот они фига вот так вот разрабы решили нам преподнести подарок вот я писал разрабам они ответили мне спасибо о том что данная функция еще не работает да ну то есть у нас будет отдельный вид оружия вот который у нас как бы с вами уже есть вот здесь вот я думаю те кто основной телегию сидят все это уже прекрасно понимают да у нас есть с вами три активных оружия в виде холодного стрелкового и ракетно-залпового так сказать вот это все относится к первичному оружию вот но оружие я говорю мы еще будем отдельно рассматривать более подробно там тоже есть много моментов я лишь отдельно я сейчас озвучу вот это все относится к первичному оружию а вот эти вот типа щитов которых пока еще нет это и будет вторичное оружие да мы его здесь тоже будем создавать я думаю тоже будет наверное по три вида точнее нет три класса а видов будет много будет наверное тоже будет золотой будет тоже фиолетовый синий зеленый-белый скорее всего вот ну и каждого соответственно по три как минимум то есть три золотых будет разных там для стрелков бойцов возможно и так далее машинок вот и для всех остальных поэтому ну здесь как говорится ждем пока есть что качать есть что проходить вот ну и будем соответственно развлекаться дальше что ну соответственно у нас открылась продвинутое изготовление оружие вы его открываете в технологиях здесь мы видим кучу золотых ой как много золотых причем оранжевых даже тоже есть вот стволов пока честно говоря ну скрафтить у меня еще не получилось потому что нужно вот эти вот золотые чертежи где-то будет вытаскивать пока еще тоже не понимаю какой смысл делать оранжевое и золотое оружие и использовать одинаковые при этом чертежи да ну точно так же как и фиолетовое и синие мы используем синие чертежи ну как бы логично наверное да если у тебя есть синие чертежи ты будешь создавать фиолетовое оружие а не синие ну оно как бы покруче должно быть хоть чуть-чуть условно ну хотя бы цветом вот точно так же здесь какой смысл мне имея 4 золотых чертежа создавать оранжевое ну допустим не знаю оранжевый вот этот вот ствол когда есть такой же золотой ну алё ребят ну я люблю золото к примеру да а вот ну так условно зачем мне ваше ржавое золото 503 пробы я хочу 3 девятки вот ну вы поняли как бы непонятно пока по поводу того где взять чертежи ну как бы игра нам намекает что они будут в институте хеймдаля о чем я как бы сомневаюсь но скорее всего будут но стоит они бы столько флешек что копить придется долго но это как бы логично это наша игра донат абсолютно будет на все эти чертежи это понятно это есть будет не значит даже проверять не буду я точно эти чертежи видел уже в одном месте еще до ввода мехов буквально за несколько дней а вот это наше событие которое здесь но сейчас у нас там события нет конечно да вот ну вот здесь оно периодически бывает когда мы с вами как говорится имеем одну бесплатную попыточку не вот это вот круглая рулетка нет а вот это вот сундучки вот эти вот там синие тоже кристаллики там вскрывать эти сундучки и так далее вот там уже были эти четыре чертежа они появились чуть раньше мехов и там их уже можно было взять ну скорее всего я же говорю в пакетах за донат они тоже появятся ну и скорее всего где-то еще для людей которые не донатят это тоже появится но я уверен это все будет стоить очень и очень дорого и так теперь по поводу вообще самого в целом немножко оружие мы с вами пройдемся сейчас у меня стоит вот этот вот подарочный фиолетовый который приходит в принципе всем он уже на две звезды вкачан ну вот будем качать его дальше оружие дает прирост к вашему общему бэму вот оно здесь указано бэм то есть как бы да если вы оружие сняли у вас общий бэм если вы проходите химделеон соответственно упадет на оружие бэма то есть как бы смысл качать его ну как бы есть ну с учетом того что мы пока не знаем когда и как у вас появится золотой конечно лучше качать золото зачем тратить ресурсы на синие и фиолетовое оружие и качать золото но пока его нет конечно лучше качать хоть что-то почему объясняю наш мех по сути вот это просто ну не знаю это как кусок бонуса да то есть мы заходим в характеристики меха то господи откройся полные атрибуты меха ну вот ну понятно скорость битвы и куча бонусов куча бонусов которые он дает нашим войскам и все да то есть по сути если вы используете меха без оружия то мех соответственно никакого даже урона вообще не наносит он просто дает вам постоянный пассивный бонус вашим войскам и все то есть в принципе использовать без оружия можно но ждать от него урона соответственно не стоит вот поэтому наше оружие это и есть по сути наш урон тот который мы с вами нанесем плюс в каждом оружии есть тоже соответственно бонусы к войскам они открываются в зависимости от прокачки оружия да ну по оружию думаю я уже объяснял то есть мы доходим до 10 уровня дальше опять делаем прогресс у нас вот эта вот фишка с прогрессом как у мехов так и в оружии вот открываем какой-либо дополнительный бонус и соответственно качаем дальше а вот по оружию здесь есть какой момент вот эти вот бонусы которые сейчас у вас на экране которые я выделил они рандомные и по сути ну вам может немножко не повезти либо наоборот повезти потому что вот эти вот буковки а, с, д как я понимаю и так далее это все классы бонусов типа насколько я помню а это круто вот или с это круто вот не помню точно по-моему с наверное золотой типа а это фиолетовый ну почти круто вот ну и есть не очень круто да давайте сейчас гоним другие мои оружия которые тут есть синий а есть б да видите да ну вот по сути они у нас по цветам тоже расположены с золотой цвет то есть это круто а это фиолетовый цвет это условно круто ну да то есть золотый это легендарный фиолетовый это эпический ну или как-то так вот ну и синий как бы это уже такое себе почему я говорю там про рандомность потому что мы заходим в производство оружия нажимаем информацию нам вот здесь игра четко выдает вот механическое оружие имеет 6 качеств а именно низкое, редкое ну так далее ну то есть наше оружие может быть от белого до золотого окей за исключением начального атрибута механического оружия все остальные атрибуты генерируются случайным образом а их количество связано с качеством оружия ну мы понимаем да что чем круче у нас оружие по качеству по цвету тем больше у нас в сути будет бонус ну то есть там у серого оружия будет только один бонус одна строчка вот там у синего 2 там у зеленого 2 там у синего 3 у фиолетового 4 и у оранжевого золотого наверное будет по 5 бонусов хорошо каждый раз когда оружие улучшается оно разблокирует один случайный атрибут числовой размер этого атрибута также случайно генерируется в определенном диапазоне после чего атрибут будет оценен в соответствии с числовым значением чем выше значение тем выше рейтинг S, A, B, C в порядке убывания ну то есть S это золото это круто A это может море фиолет B это синий и C скорее всего это зелень то есть по сути прокачивая делая прогресс оружия вы можете получить хреновый бонус да то есть какой-нибудь там C к примеру и вы такие вау круто я открыл прогресс своему оружию там перешел на допустим там на последний бонус он открылся хреновый и что делать да заново крафти оружие и заново качай и может быть тебе еще раз повезет ну вот как-то так то есть игра нам еще намекает что нам еще нужно будет периодически крафтить одно и то же оружие скорее всего много-много раз чтобы выбить мало того что классный бонус в плане качества то есть да S, A, B, C так еще и нам нужно будет чтобы этот бонус желательно подходил под наши войска да то есть вот эти вот вещи вот типа защита бойцов скорость битвы меха урон машин ну хорошо если у вас есть БТР в котором и бойцы и машины да там под клинком к примеру и вы вау класс вот эти два бонуса как бы в принципе подходят мне и туда и туда а если у вас не знаю там на срочек демон Соловей у вас только машины зачем вам в принципе защита бойцов в вашем оружии причем S качество да то есть золотое классное и при этом бонус для машин у вас фиолетового качества непонятно ну точнее понятно вы берете и крафтите новое оружие и вы пытаетесь выбить бонус а это вы разбираете и получаете только какую-то часть назад но это конечно я уже говорю о будущем да то есть когда мы с вами придем к тому что мы начнем париться именно конкретно над оружием то есть мы всех мехов докидаем до конца прокачаем будем везде иметь одинаковые бонусы да то есть разницы у нас между вами и соперником не будет никакой ну когда все докачают допустим хотя бы одного там или трех мехов они будут давать одинаковые бонусы и соответственно все будут получать одинаковые бонусы а вот оружие которое у них будет это и будет составляющая соревновательная то есть какое у вас будет первичное какое у вас будет вторичное оружие золотое синее и так далее насколько оно будет прокачано под какие войска подходить сколько бонусов давать это и будет ну и соответственно я уверен у нас донатеры которые будут это все иметь у них здесь будет наверное 4 эски ну или хотя бы 3 Они будут крафтить тысячи оружий А вот, как говорится, пока не выбьют классные Где будет как можно больше эсек Как можно больше бонусов нужных Вот, а мы будем довольствоваться вот таким вот набором винегрита Ну, ничего страшного, как бы, а что нет? Вот, ну, как бы, вот такого плана Оружие мы с вами, да Ну, я, как бы, еще пока оттягиваю этот момент Может, успею еще ввести вторичное Мы с вами будем отдельно конкретно рассматривать Каждое оружие, ну, или хотя бы классы Бонусы и так далее Сейчас я пока вам покажу вот такой еще момент А именно битву меха Это не надо мне переносить Битву меха И покажу, как это, в принципе, оружие работает Пока это, конечно, полный шлак Ну, во всяком случае, мне не нравится И есть один момент, который, конечно, немножко меня стопорит Вот, также не забываем заходить в Хеймдель Собирать наши вот эти вот награды Потому что флешечки на большой прокачке меха Жрет он много А здесь, как бы, ну, как минимум два раза в день Можно собирать Вот, да, по моей прокачке, это 2114 штук Это немного, но Как бы хоть что-то А вот Здесь у нас пока я не увидел золотых Как бы компонентов Ну, в смысле чертежей Синий, зеленый видел Ну, как бы, если увидите, напишите Я буду рад Надо будет этот момент Тогда как-то поймать Когда это все происходит А вот Вот эти вещи Для улучшения оружия Здесь хочу вам немножко предупредить о том, что Их можно здесь купить всего лишь 20 штук в день Стоят они недешево По флешкам Но при этом, как бы, нужно их иногда много То есть, это нужно для прогресса вашего оружия И вы можете просто упереться в такой момент Что у вас оружие будет готово прогресснуть На новую звездочку, так сказать А вот этих штук вам надо штук 100 И вам нужно будет 5 дней искупать Если у вас их 0 Поэтому Имейте в виду Если вы скоро будете качать оружие Проверьте, сколько у вас этих штучек Потому что надо их, конечно, много Ну, вот, к примеру Делаю какое-нибудь оружие По-моему, вот это вот Если я не ошибаюсь Да, прогресс А вот, я как раз сейчас фиолета вылучал Вот внизу, пожалуйста У меня их 5, а нужно 100 Да, то есть Мне нужно будет 5 раз их покупать А удовольствие, во-первых, не дешево Ну, а во-вторых, как бы, чтобы вы просто понимали Что вы за один раз это не справитесь Поэтому имейте в виду Теперь по поводу оружия Его действия Так сказать Когда мы смотрим оружие У него есть навык еще вдобавок Да, ребят Самое главное здесь, конечно же, навык Давайте посмотрим, что у нас здесь Меч Меч Используется в третьем раунде Окей Перезаряжается 4 раунда Ну, ладно Увеличивает энергию на 40% Ну, как я понял по энергии То есть нам нужно накапливать энергию до 100 После этого происходит Типа, я не знаю Ну, что-то такое Что меху видно Энерджайзер в задницу засовывает Он начинает им махать Ну, короче, вы поняли А вот Можно использовать до 6 раз за бой Мне интересно Как можно использовать до 6 раз за бой Если он используется в третьем раунде А перезарядка 4 раунда То есть это, по сути, и есть весь бой В третьем махнул Через 4 раунда Это уже седьмой Ну, еще раз махнул Все А вот Как можно использовать 6? Здесь у нас всего 8 раундов в битве Вот тут, конечно, вопрос Может быть, если, конечно, вы пробиваете Там 4-5 БТРов И это все идет совокупно Да, то есть все эти битвы Да, тогда, да Тогда согласен Только так Ладно Цель Первый ряд вражеского отряда Да, то есть первый ряд он лупит Наносит 500% урона оружия А вот Кто-нибудь можешь мне показать Где здесь урон оружия? Алло Ну, вот где Урон оружия Я не вижу Ну, подскажите мне в комментариях Дальше У нас есть еще вот такие вот зеленые бонусы 30% шанса нанести 10% крита Еще, да, такой Очень ясный для нас показатель крит Сколько, где, какие проценты и так далее Ну, ладно 70% шанс атаковать цель еще один раз Это хорошо Ну, и 70% в принципе немало Но У нас еще вот есть энергетическое измельчение То есть это, по сути, тот Навык, который работает Как я понимаю Когда энергия достигает 100% Ну, в принципе, да, есть Включается, когда энергия достигает 100% Ну, или 100% Окей А цель Опять же, тоже первый ряд Вражеского отряда Наносит ему 2000% урона оружия Вау То есть в 4 раза больше, чем Он просто машет на 500 И 30% шанс нанести 10% крита Ну, еще раз, да Это 30% Так же, как и здесь Все Я не вижу цифры А, нет Вижу Урон 25 25 Ну, как? Ну, что? Ну, что такое 25? Ну, алло Вот Ну, хорошо 500% Ну, то есть в 5 раз больше 25 на 5 Ну, по сути Да, 125 единиц урона Хорошо Сколько это? Не знаю В каком-либо другом эквиваленте Как-то еще можно указать Ладно Не суть важна Пусть будет 25 Посмотрим этот Один бой Где он у меня? Тут, по-моему Я где-то тут его готовил Где я тут Ну, вот К примеру Да, вот тут я Получил люлей Ну, точнее Я пытался дать люлей Но не получилось Что у нас здесь? По отчету Показывается у нас Да, то есть Этап прокачки меха Вот у нас у обоих Четвертый этап 30 уровень Соответственно На тот момент был Здесь у нас Что показывается Тут не путайте Это не машинки Это у нас На тот момент БМ Меха Совокупный БМ Вот А это, соответственно У нас БМ-оружие Ну, как вот так Вот у нас Да, сами Ну, понимаем Ваши отчеты веселые Да, то есть Мой фиолетовый ствол На 18 тысяч У соперника на 6,5 Ну, у него здесь Тоже фиолетовый Но он, по-моему По прокачке слабее А вот Ну, и по сути все Да, здесь у нас По стату можно не смотреть Люлей я получал долго Но мы с вами Прочитали, да Что наше оружие В третьем раунде Наносит 500% урона Вот И потом Четыре раунда Оно перезаряжается Я специально Сейчас поставил На Х5 Потому что Нам нужно По сути Дождаться Третий раунд Битва всего Четыре раунда Поэтому Особо не паримся Вот Видим Наши мехи Здесь стоят Стоят с мечами Кстати, интересно Вот заметили Вот интересно Если поставить туда Допустим Снайперку Они все равно будут стоять С мечами Или будут стоять С другим оружием Это, конечно, прикольно Вот Поэтому они бьют Ну, конечно В данном случае Мне попался Жирный соперник Они много урона Не нанесли Это я заранее Как поговорю Но они наносят Соперник мне нанес Мехам урон Благодаря оружию И я нанес Но вот этот вот Принцип работы Через Четыре раунда Зарядки Опять махнет Когда у нас всего Битва Восемь раундов Это пока мне непонятно Но надо будет Потестировать Попробивать Свою вторую базу Наверное Все пять БТРов И посмотреть Сколько раз Мех сработает Так Что у нас здесь Мы подходим К кульминации Второй раунд Заканчивается Давай 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 Вот сейчас У нас Соответственно Вступят в бой Мехи Ну а точнее Они поударяют И у нас В отчете Появится информация О том Что мех Заряжает энергию Во всяком случае Это видно И у соперника И у меня Вот Но зарядить он не успеет Потому что битва закончится Вот Так сказать Вот мех ударил Вот мех ударил Все Вот это и происходит Действие И как видите Вот здесь появилось У нас В обоих Ну так как у нас Оружие в принципе Одинаковое Я уверен что у него Тоже там в принципе То же самое В третьем раунде бьет Четыре раунда Заряжается А вот И 30 или 40% Энергии мы получили Нам нужно 100 Чтобы он ударил В 5 раз сильнее Чем он бьет Вот таким вот образом Они воюют Но пока непонятно Как бы Ну если кто уже проверял Напишите в комментах Вот это вот зарядка Кто нибудь заряжал оружие До 100% И наносил вот этот урон Вот пятикратный Или какой у вас там урон Может быть с вашим оружием У меня пока не получилось Но будем Как говорится Смотреть А вот так они бьют Ну давайте еще раз Сорян Выбежал с отчета А по сути Да То есть в отчете Еще и показывается В итоге Что мой мех Положил 190 душ Да Мех соперника Положил 19 Ну и все Ну что такое 190 Ну я думаю Вы понимаете Да Даже в такой битве Ну тот же Иваныч Хотя бы 35 тысяч Положил Ну да ладно Вот такой вот мех Ну бонусы Я думаю Самое важное То что здесь есть Ну и конечно же Оружие Возможно как бы Не стоит сильно печалиться Посмотрим на это все Оружие золотое У соперников Насколько оно крутое Или нет Может быть это все Не стоит тех свеч Так сказать Не стоит тех трат Если это оружие Реально будет вот так За всю битву Один раз просто бить Ну я сомневаюсь Что разрабы Вводили какой-нибудь шлаг Вот и пытались На этом заработать денежку Скорее нет чем да Поэтому как говорится Ждем донатеров Которые продонатят Это все дело Вот встретимся с ними В битве Ну а на этом у меня все Ребят Увидимся в новых видосах И пока-пока